Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова Елена. И в занимательной форме могу приподнять завесу тайны по поводу того, о чем судача за спиной Козерога, что обсуждают, что ему приписывают. Козерогу, конечно, до этого никакого, скажем, дела нету, но из чувства любопытства все-таки будет интересно. Причем мы понаблюдаем за судьбой Козерога на работе, на отдыхе во время спокойных застольных игр, а также ради чего он ездит на моря, скажем так, особенно если он одинок. Так что у нас впереди очень интересная беседа, плюс как дополнительный бонус персональная греческая богиня, которая отвечает за судьбу Козерога. Так что не покиньте меня досрочно, досмотрите видео до конца. Я думаю, что информация вам понравится. Сплетники и завистники есть практически на любом предприятии. Это та группа захвата, которая работает не очень усердно, и даже если им удается работать хорошо, перерыв, они без чужой судьбы, как говорится, обойтись не могут, должны кого-то обязательно обмусолить, особенно если эта персона появилась на горизонте. И что говорят про Козерога? Да, конечно, дорогие мои друзья, высоко его не ценят. Во-первых, его считают исключительно медлительным, пока раскопается, пока там, собственно говоря, другие уже в теме, пылают идеи. Козерог все еще расставляет свои фигуры, раскладывает карандаши, о чем-то там таинственно думает весь в себе, как бы нема того счастливого азарта, которыми уже обуреваемы другие быстрые знаки. Знаете, дорогие мои друзья, на этот счет могу сказать, что, конечно же, внешне так оно и выглядит зачастую. Козерогу нужно сначала для того, чтобы выпускать в эфир какие-то резюме или предпринимать шаги, нужно обмыслить ситуацию, рассмотреть все возможные варианты, выключить логику, мозги. И все это делает он с чувством, с расстановкой, потому что считают, что торопливость, она, конечно, хороша в определенных видах деятельности, но только не в серьезных делах и не в серьезных проектах. Поэтому то, что вам кажется медлительностью, на самом деле можно расценивать как рассудительность. Впрочем, с плетником до этого никакого дела нет. Они точно считают Козерога слишком тугодумным для того, чтобы его за что-то там хвалить. За этот неспешный ритм и пошаговую деятельность, которая не предполагает никаких резких скачков и прочее, иногда Козерога считают изрядным тормозом в общем движении, когда особенно ажиотаж, все кричат «караул, аврал!» и начинают совершать массу хаотических движений, Козерог как будто бы непроницаем и продолжает медленно двигаться вперед, что раздражает торопливых коллег, которые считают, что он там притормаживает, именно из-за него проект никак не может быть реализован. Но ведь Козерог не делает что-то именно ради скорости. Ему нужно, чтобы дело было сделано блестяще. И пока оно будет не отточено до совершенства, Козерог остановиться не может. Но ведь усовершенствовать чего-либо, безупречная форма того, что он делает, на это все требуется время. Поэтому времени Козерогу не жалко, а те, кому надо побыстрее, и кто от этого просто выходит из себя по разным обстоятельствам, надо разобраться. Вам вообще шашечки или надо ехать? Вы хотите, чтобы ваш проект выглядел блестяще, или как-нибудь, но главное в срок. Вот если вам за качество, Козерог, как говорится, дело не испортит. Многие считают Козерога в себе на уме, что из них ничего не вытащишь. И при этом, при всем Козероге, они же себя, в общем-то, оппозиционируют по-разному. Если для их деятельности необходимо красиво подать информацию, рассказать клиенту и, так сказать, преподнести то, чем они занимаются в самом наилучшем виде, здесь у Козерога красноречие необыкновенное. Просто запускают они свое красноречие по существу и тогда, когда это полезно для дела. Поэтому явными болтунами, лишь бы трындеть, их точно не назовешь. Козерогу нужна компания единомышленников. Тогда он говорлив, искрометен, весел и прочее. В коллективе же, если он серьезно настроен на работу, он предпочитает вести молчаливую деятельность и только корпеть над теми вопросами, которые его интересуют. И тут у сплетников возникает острое желание упомянуть, что Козерог отстраненный, себе на уме, в общих, так сказать, обсуждениях не участвует, ни о ком не сплетничает. Ну, что же делать, дорогие мои друзья? Хотя семи с Козерогом, он уж, конечно, неравномерно. Иногда человек приобретает те качества, которые от него требуются для того, чтобы влиться в коллектив. Поэтому для пущей важности может о ком-то позлословить, если это, собственно говоря, в этом коллективе практикуется, или попытаться смешаться с толпой, чтобы его меньше обсуждали за спиной, я такой же, как вы, а на самом деле это просто дань тому обществу, в которое он попал. Но если мы разбираем саму судьбу Козерога, он, в принципе, с удовольствием бы обошелся и без этого. Да, конечно, перерыв ему тоже нужен для того, чтобы собраться с духом и прочее, но отнюдь не для того, чтобы в это время кого-то обсуждать и над кем-то глумиться. Поэтому, как бы считается зачастую, дорогие мои друзья, Козерог в коллективе не компанийским, особенно если коллектив огромный, потому что в небольших коллективах Козерог как-то быстро адаптируется, и ему тоже начинают быть интересны некоторые разговоры, чтобы скоротать приятное время в перерыве. Но чем больше коллектив, чем он объемнее, чем он разрозненнее, тем молчаливее в этом коллективе становится Козерог. Ну и бог с ним, дорогие мои сплетники, что вы его мусолите. Как бы вы все равно не пытались на него наляпать пятен, тем не менее, перед вами великий труженик, можно сказать, трудоголик, который своего дела не испортит. Да, он не спешен, но зато он всегда приходит в цель. Но поскольку вы в кругу сплетников и всевозможных личностей, которые только праздно проводят время, как бы редко появляетесь, и вы там чуждый элемент, вас однозначно нарекают скучным человеком с ограниченным кругозором, который только зациклен на своих вопросах, поэтому, можно сказать, урезан мозгами, интеллектом не блещет и прочее. Ну, дорогие мои друзья, если вас не рассмотрели глубину вашей души и ваш интеллект, и вашу многогранность, то этот товар не для всякого, как говорится, потребителя. Вы никогда не раскрываете всю многогранность натуры, особенно в тех местах, где это все равно никогда не оценят. Вы отстранились и пошли. А то, что вас называют скучным, это только потому, что у самих ума не хватает разобраться, насколько вы яркая и сочная натура. Если у Козерога есть интересы, они во многом связаны с невероятным желанием иметь собственную землю, сад, копаться на даче, ездить по грибам, ходить на рыбалку, увлекаться охотой. Конечно, дорогие сплетники, это не ваша, как говорится, стезя, тут нечего обсуждать и нечего мусолить, но упрекать Козерога в том, что он усколоб, это, конечно, опрометчивое решение. Просто вам не показали всех остальных переливчатых сторон натуры Козерога, так это же не повод вам так безапелляционно называть его заскорозлым, одноглазым, однобоким, заточенным только на обыкновенный рутинный труд. Так что не торопитесь раздавать ярлыки, особенно если вы не видите всю глубину натуры человека, которого обсуждаете. Так что, на самом деле, дорогие мои сплетники, вы сильно удивитесь, как широк кругозор Козерога, поскольку он может поддержать практически любую тему, которую ему подкидывает судьба, если его все-таки слово кому-то интересно, он может обсудить невероятное количество вопросов, достаточно глубоко, но вам, конечно, не досуг было в этом разбираться, поэтому он у вас получился вот таким вот, как бы, медленно бредущим, не весь куда, узколобым человеком, у которого нет никаких интересов. А интересы есть, просто они практического свойства. Ну что ж, те моменты, которые чаще всего привешивают Козерогу на работе, мы обсудили. Конечно, и не без того, чтобы Козерога назвать карьеристом, но было бы странно, дорогие мои друзья, если бы он не стремился занять свое достойное положение. Дело в том, что Козерог родился в доме власти, и власть его интересует, как ничто другое. Поэтому он любит верховодить, возглавлять большие коллективы. Конечно, если его жизнь сразу не вывела на какие-то рубежи, где впереди моя кресла босса, он будет медленно и уверенно, спокойно работать в коллективе. Но в глубине души будет использовать каждую возможность для того, чтобы продвинуться вперед. Потому что быть руководителем это его исконное призвание. И в данном случае могу сказать, что как только он обретает место руководителя, он начинает понимать, что он, кажется, достиг того, к чему стремился. Его метущая душа успокаивается, и он себя чувствует совершенно свободно и спокойно, и достаточно уверенно руководит коллективом. Бывает достаточно тактичен, хотя и суховат. Но для людей, которые выкладываются на работе, это самый лучший и замечательный начальник. Никогда таких людей не обижает, всегда старается их поддержать материально. Так что, если у вас есть претензии к начальнику Козерогу, то, наверное, стоит проанализировать собственный подход к работе, может быть, причина кроется и в вашем поведении в том числе. Ну что ж, по работе мы поговорили, теперь представим себя Козерога за карточным столом. Что он за игрок, любит ли с ним играть, получает ли он удовольствие от такого вида отдыха, стоит ли его приглашать к карточным партиям. Вот с этим мы попробуем разобраться. Козероги по отношению к казартным играм делятся на две довольно-таки весомые категории. Одни совсем не приспособлены и не получают никакого удовольствия от карточной игры, что выигрыш, что проигрыш воспринимают совершенно спокойно. И такое ощущение, что они не принимают участие в этой игре, не пылают страстью какой-то, а просто как на пастбище выпасаются и спокойно наблюдают за ситуацией. Проиграл, ничего страшного. И чтобы над ним даже могут подсмеиваться, подтронивать в этом смысле. И тут ему совершенно тоже фиолетово, кем вы его назвали, какой насмешка в этом плане вы отпустили, он ничего не проиграл из того, что для него является жизненно важным. Ведь этот человек практичный, он не проиграл автомобиль, под ним земля не дрогнула, у него ничего из-за того, что ему дорого, имущество, вещественная история не пропала, поэтому в данном случае чего так расстраиваться. А если вам весело за его счет повеселиться, ну и наслаждайтесь. Великодушно Козерог вам позволит это сделать и даже на вас не оскорбиться. Это ваши личные трудности, считает Козерог, и терпеливо, и вдумчиво терпит вашего крутаса, поскольку видно считает, что вы хотите быть сейчас клоуном за его счет. Ну что ж, повеселитесь, покривляйтесь, получите удовольствие от жизни, от Козерога не убудет. Но это одна категория. Вторая категория Козерогов имеет должный азарт в этой истории. Нет, они, конечно, не будут крутить бесконечно рулетку и ходить в казино, но понимая, что у них есть талант в изучении карт, и что они могут играть в преферанс, поскольку они люди логичные, вдумчивые и очень быстро познают все нюансы игры, которые занимаются. Попав в определенную компанию, где играют на деньги, Козерог вполне может успешно обойти горячих своих, в общем-то, однокарточников за столом и при этом уйти из-за этого карточного стола с солидной денежной суммой. Так что в данном случае уж не знаю, какой нам Козерог попадется за карточным столом, впрочем, их отличить легко и просто. Один будет скучать и играть из вежливости, это будет первая категория, второй будет четко следить за игрой, его взгляд будет гореть, и вы увидите, как ловко и непринужденно он вдруг начинает выигрывать у вас, когда вы в растерянности и не понимаете, что произошло. А произошло то, что вы столкнулись с Козерогом, мастером в этом биле, который получает от этого удовольствие и при случае может серьезно на вас заработать, если вы догадались играть с ним на деньги. Впрочем, Козероги удивительным образом универсальны практически в любой игре. Они вдохновенно играют в домино, во всякого козла и рыбу с удовольствием и прекрасно знают толк в этих вопросах, очень быстро обучаются и получают от этого удовольствие. Много Козерога выграют в шахматы и здесь тоже выглядят достаточно успешно, поэтому, как говорится, дорогие мои друзья, за карточным или доминошным столом это серьезные соперники, которых надо иметь в виду, если вы пришли тут блистать и благополучно за счет Козерога выглядит прелестно. Боюсь, что они могут вас разочаровать своими умственными способностями, умение просчитать, например, тоже шахматную партию глубоко на несколько шагов вперед, вот, поэтому в данном случае они, если пожелают, успешны в любой настольной игре. что у них не ладится и чего они сильно не любят подвижных игр, таких как волейбол и баскетбол, но так по молодости и так в охотку пару раз сыграть можно, но сказать, что это их страсть и сохраняющейся до старости нет, конечно, поскольку Козерог знак медлительный, поэтому все, что быстро не очень получается. Также редко им везет бильярд, разве что кием сукно порвать, это у них получается достаточно успешно. Хотя если Козерогу что-то нужно и он поставил перед собой цель, для него ничего невозможного нет, даже в бильярдных партиях, за счет упорства и умения дождаться своего результата. Так что за карточным столом мы с ним посидели, а теперь переедем на моря, куда часто ездят все отдыхающие, поскольку это просто непринужденно и привычно. Зачем Козерог ездит на море, способен ли он заводить курортные романы, имеет ли к этому пристрастие и даст ли почву сплетникам лишний раз помусулить его персон. Козерог молодой, интересный, горячий, большой почитатель конечно женских привестей. И если у него складывается ситуация, что можно завести курортный роман, он в принципе от нее не откажется. Он не будет рыскать и не предлагать свою персону всем подряд. Но если уже компания собралась или соседка по шезлонгу, которая ему приглянулась, как бы разговаривала с ним и так далее, он будет подогревать ситуацию до того, чтобы это все-таки закончилось более серьезными приключениями, чем просто поболтать. Козероги, когда они в азарте необыкновенно галантно умеют ухаживать, делают это достаточно красиво, щедры в этот момент. Поэтому для завязки курортного романа все обстоятельства складываются. Но если дама после встречи с Козерогом из страстной недели, если у них все сладилось, к примеру, рассчитывает на то, что Козерог потом будет ей наторабанивать на телефон бесконечно, напоминать о себе или, например, пообещать приехать в тот город, где она живет и тут же на ней жениться, боюсь, что надо хорошо взвесить все за и против и запомнить одну вещь. Любовь и интрижка в глазах Козерога это две разные вещи. Легкий непринужденный роман, который происходит на морских побережьях, особенно если люди живут в разных городах, для Козерога, как правило, просто приятное времяпрепровождение без всяких последующих ситуаций. Конечно, есть исключения из правила, но если мы берем заданность, высоко ли он ставит курортный роман и готов ли он жениться на женщине, с которой познакомился и так весело проводил время, я с вероятностью 90% скажу нет. Это она будет страдать и плакать, а он сел в последний вагон уезжающего поезда, я думаю, через остановку уже вычеркнет все из своей памяти. И это будет, конечно, приятным воспоминанием, сочным и великолепным, но отнюдь не поводом страдать, мучиться, лить слезы по поводу расставания. Как говорится, ничего личного, как говорится, разбились горшки, расплылись корабли, прощай, прощай, моя любовь и так далее и тому подобное. На этом, пожалуй, все и закончится. Поэтому надо всегда это иметь в виду. Дорогие дамы, ваш плач будет весьма горький, потому что когда козерог в счастливом состоянии легкой влюбленности, он действительно может очаровать кого угодно, но это, дорогие мои друзья, отнюдь не повод. Но вот если козерог после вашего курортного романа настойчиво вам звонит и почти чего еще приехал, то могу сказать, что вы его зацепили. Если он пошел на такие шаги, значит, курортный роман оставил след в его душе и переросло в ощущение глубокой влюбленности, потому что во всех остальных случаях подобное не прилагается. Так что, если сказать однозначно, и что могут об этом сказать сплетники, что козерог скор на возникновение интимных отношений, если они у него удачно складываются в отпуске, и в принципе тут есть что помусолить, как это все было. Но, к сожалению, далее курорта, его чувства не распространяются зачастую, поэтому вот такой он получается в глазах сплетников, вот очередной как говорится судьбу сломал, ни совести, ни чести, все бродяжничает, все чего-то ищет. И что еще не могут сказать дорогие мои друзья козероги о вас, что вы весь отпуск пропили до положения рис. Увы, это часто бывает, и потом получается приехал, пробыл на море две недели, а все прошло как один день, пора уезжать, а ты еще не начинал отдыхать. Причем вы отдыхали, но за алкоголем не получилось, особенно мужской хорошо спитой компании, скажем так. Такие виды отдыха для сплетников чудесный способ помусолить ваши косточки. И тут я в некотором смысле с ними солидарна, потому что если козерог спивается, это идти против собственной кармы, против собственной судьбы, вы должны расти до руководящего кресла, а вы росли с точностью наоборот, до полного днища этой жизни, благодаря вот этому пороку, скажем так. И соответственно свою карму житейскую вы не исполняете. и нищета, голыдьба, неуверенность в завтрашнем дне прилагается автоматически, вместо тех бонусов, которые вы могли бы заработать и судьбы. Я сейчас, конечно, в основном говорю о мужском населении, что бывает достаточно часто. Но вот эта практика, мы после рабочего дня собрались, так сказать, сняли усталость, у козерогов зачастую бывают нормальные ситуации. Поэтому на определенном этапе они просто спиваются и выходят в обойму. Мне бы не хотелось, дорогие мои друзья, вас расстраивать, но тенденция такова. Так что думайте сами, нужно вам это или нет. Если мы говорим про семейного козерога, который приехал с женой и детьми, он отдыхает спокойно, непринужденно, может заснуть на солнышке, отлежаться недельку, набраться сил, потом можно видеть, как он уже разминается, ходит вдоль моря, делает небольшие заплывы, в общем-то появляется подвижность в чрезлах, но вот козерогам точно надо отдыхать не менее двух недель. Первую неделю они проспят, восстанавливая силы, вторую начнут как минимум отдыхать, понимать, что они на отдыхе, и когда они отдохнувшие, их начинает много интересовать вкусная еда, солнце, птички, они начинают наслаждаться погодой, природой, поэтому ехать им только на неделю, это просто видеть, как он спит и лежит как топор, никуда не вытащишь, но ему это счастливое время, беспечно поспать и восстановить силы, это раздражает близких, но для козерога это естественное состояние души, он так долго вкалывал, что ему нужно просто поспать, а вот вторая неделька, это конечно для совместного отдыха, и он будет наслаждаться своей семьей, погодой, природой. и так мы на отдыхе тоже побыли с козерогом, и понятное дело, что все тут у нас получилось интересно, но когда мы говорим о греческой богине, которая соответствует знаку козерога, всегда надо проводить аналогии, почему именно эта богиня, почему они так созвучны с этим знаком, вот сейчас об этом поговорим, потому что у нас с вами предстанет перед нашим оком очень интересная богиня, у нее было два имени, ее знают под именем Гестия, но реже, или Веста, вот о ней мы сейчас поговорим, и вы поймете, что это чисто исконное козережье богиня. У Весты в древнегреческом пантеоне была очень важная и ответственная задача, она хранила огонь, который был только на Олимпе, и люди тогда еще огня не знали, от этого все время зябли, это было в самом начале развития человечества, и не могли приготовить себе пищу, но Веста на Олимпе хранила огонь, который назывался жертвенным, а также была хранительницей домашнего очага, что тоже немаловажно, поэтому все, что касается дома, тоже очень интересует нашего козерога, если у него есть средства, возможности, он всегда будет стараться жить на земле, то бишь, построить солидный дом, иметь прекрасный сад, но все, что касается вот этого очага, и дома полной чаши, для козерога тоже не чуждо, как и его богиня, которая все это охраняла, приветствовала, защищала и помогала в этих вопросах. Действия была, или Веста была настолько увлечена и настолько ответственна по отношению к своему делу, боясь отлучиться хотя бы на момент от того, что ей было поручено, что решила, что все, что касается ее женской жизни, она была невероятно юная и прекрасна, и конечно пользовалась успехом, и многие греческие боги претендовали на ее руку, что там говорит сам Аполлон, эталон мужской красоты и талантов, предлагал ей свою руку и сердце, но она решила сохранить свою действенность, свое целомудрие, и отказалась от утех любовной жизни, считая, что это мешает ей заниматься ее ответственным делом, вам это ничего не напоминает, козерог ведь тоже может отказаться от многого, если ему необходимо заняться его работой, его не интересует ни личное, ни приличное, он зациклен только на работе, так что в этом плане Гейстия или Веста его невероятно, собственно говоря, тоже, скажем так, олицетворяет. Жрицы этой богини, их еще от ее второго имени Веста называли Весталками, как бы считались высшей кастой из всех жриц, которые были во всех храмах, которые, конечно же, поддерживали своих богинь, у каждой богини из греческого пантеона были свои жрицы, но только жрицы Веста обладали привилегиями, которых ни у кого больше не было. Да, у них была единственная задача сохранить свою действенность до тех пор, пока они служат этой богине. Но как только их срок подходил к тому, чтобы в общем-то на их смену приходили более юные, там было определение только возраст. Как только, как говорится, более юные дамы их сменяли, у жриц или Весталок появлялись необыкновенные привилегии, которых не было ни у кого другого. Во-первых, учитывая, что в Греции и выйти из повиновения отца, чтобы отец распоряжался тобой, какая у тебя будет судьба, за кого выходить замуж. Ну, то есть, получается, что дочка в семейном доме выполняла своего рода рабыня. Отец решал за ней все, как у нее сложится жизнь. Весталки, как только выходили на свою почетную, скажем так, пенсию, избавлялись полностью от влияния отца, это было за ними закреплено законодательно. Они не только сами могли решить свою судьбу, но ведь пенсия весталок была не в 90 лет, как вы понимаете. Это были еще прекрасные женщины в саморастетии своих сил. В районе 30 лет они отдавали свой пост более юным, а сами могли устроить свою жизнь. И отец уже не имел права стоять на пути их решений. Они могли распоряжаться собственным имуществом, чего не было разрешено всем другим женщинам Греции. По их приказу могли быть помилованы или наказаны преступники. То есть их слово на городских советах в греческих городах засчитывалось как слово важных людей мужского племени, которые распоряжались судьбами. Слово весталки было неприкосновенно. Она могла как помиловать, так и покарать человека за его решение. Такими привилегиями больше не пользовался никто. Весталкам была разрешена власть и над людьми, и над собственной жизнью. И это еще одна стезя козерога. Козерог и власть вещи неразрывные. Козерог тоже хочет карать и миловать, распоряжаться судебами, возглавлять коллективы. И в этом плане, как вы видите, аналогия весьма и весьма откровенная. Особые привилегии, которые больше не имеет никто, как весталки в Древней Греции, это как раз то, о чем мечтает козерог. Об эксклюзивности в этом смысле. Вот у меня есть власть, которой нет больше ни у кого. Поэтому разделяя власть, то это любимая задача не только нашей весты, но и самого козерога. Однако, дорогие мои друзья, то, что считают, что козерог индивидуалисты думают только о себе, это еще одно заблуждение, которое говорят о козерогах. Козероги готовы иногда нажертвенно своими людей. Не случайно веста, о которой мы говорим, все-таки отдала язычок пламени в Прометею, который очень переживал за людей, которые без огня чувствовали себя некомфортно, а поскольку Зевс глубоко всех карал и достаточно жестоко за любое поползновение к священному огню, который должен был принадлежать только Олимпу и больше никому. Он Прометея из рук веста принял этот язычок пламени, за это погиб, пострадал, и все знают легенду о Прометее, когда его разгневанный Зевс после того, как люди получили огонь, приковал к Господи Божь мой к горе, к скале и напустил своего персонального вестника орла, который ежедневно спускался и клевал печень Прометея, который, будучи бессмертным Богом и по сей день принимает страшные муки за то, что он подарил человечеству огонь. Но жертвовать собой ради людей это свойство и Козерога в том числе. Он может совершить подвиг, который даже не подозревали, что, казалось бы, человек зациклен только на себе, и о людях никогда не думает. Но в нужный час и в нужное время подвиг величиною в собственную жизнь Козерогу совершить достаточно легко. И он делает это просто по зову сердца. Поэтому не спешите уж сильно считать Козерога слишком эгоистичным и слишком усколобым. В него вложено гораздо больше природой, чем вы могли бы заподозрить. Итак, мы поговорили о его персональной в общем-то обогине. Ну, а теперь, дорогие мои друзья, мы поговорим о тех вещах, которые Козерога при всей его долготерпеливости могут невероятно вывести из себя. Поэтому эти темы желательно при нем не поднимать и тем более не злословить на его счет по этим темам, потому что когда он узнает, что ваши длинные языки касаются его тонких мест, боюсь, что они долго у вас во рту не задержатся. Я имею ввиду языки. У Козерога тоже есть тонкие места, о которых никто не знает, поэтому он старается об этом молчать. А на людях часто бравируют с тем, что ему никто не нужен, ему и самому очень хорошо и просто живется на белом свете. Может, это и так, но только до тех пор, пока не появляется круг людей, которые становятся для него невероятно важными. Скажем, он влюбился в свою, так сказать, будущую жену, они поженились. Вот первый человек, который ему необыкновенно дорог, и который начинает, собственно говоря, занимать весомое место в сердце Козерога. Появились дети. Многие Козероги отцы неимоверно нежные, впрочем, здесь опять Козероги делятся на две группы. Одни совершенно не интересуются детьми, а другие просто с них пылинки сдувают и постоянно балуют. Но в среднем, скажем так, это хорошие отцы. Вот. Это еще появляется человек, который им дорог и мил. Поэтому, если этих людей зацепляют, Козерог это может воспринимать как личное оскорбление и обиду. Не так ему обидно, когда его трогают, как те, кто ему дорог. И боязнь остаться одному, у Козерога появляется тогда, когда у него появляется круг тех людей, в которых он заинтересован. И, с одной стороны, это великое счастье, когда у тебя есть люди, которых ты любишь. Но тогда у Козерога сразу с этой любовью возникает чувство опасения. А счастье-то оно навсегда, а вдруг меня бросят, а вдруг меня оставят, а вдруг я останусь один. Это мысль, которая параллельно существует с ощущением любови. И поэтому, дорогие мои, друзья, постоянное размышление о том, что возможно предательство, что кто-то от кого-то уйдет, или он что-то потеряет из того, что ему дорого, просто разрушает его нервную систему. Те, кто близок к Козерогу, вы должны об этом знать. А те, кто любит позлословить насчет Козерога, не трогайте никогда в его присутствии его жену и детей. Особенно, если вы знаете или слышали, что у них прекрасные взаимоотношения, потому что прилететь может прямо не отходя от кассы. Козероги же у нас бывают разные, а сплетники обсуждают Козерога в любое время его взросления. И если рассудить здраво, взросление Козерога происходит определенными этапами. И если мы рассматриваем любовный фронт, то юные Козероги, особенно мужчины, имеют массу комплексов, они боятся, что их неправильно поймут, что они будут отвергнуты. От этих комплексов они избавляются к своему уже среднему возрасту, понимая, что у них все достаточно ловко получается, они обретают рычаги в виде того, что нравится дамам, и уже отвергнутыми они себя не чувствуют. Но пока они достигают подобной успешности, они часто на эту тему переживают. Поэтому ни Козерогам, подросткам не надо делать насмешек, что ты неуклюжий, что у тебя там это, все с девками, а ты все один и так далее, вы будете усугублять только его состояние комплекса, от которого он, если его туда загнать, не избавится никогда. Он так и побоится подходить к женщинам, будет невероятно успешен на работе, а останется одиноким. он и так склонен к одиночеству по структуре своего организма и увлеченность этими вещами, которые ему интересны. Поэтому усугублять эту ситуацию, это просто обрекать его на вечное холостячество, а нам же того и не надо. Правда, и женщины Козероги могут засидеться в девках и превратиться в старых дев, только потому, что чего-то себе запрещали, были слишком строги, потом выяснилось, что они пересидели все на свете. Но потому, что семейство Козерогов неравномерно. Часть Козерожьего племени дает невероятно женственных и страстных дам, которых пропустить не может ни один мужчина, потому что у них невероятное как бы как магнит чудесное обаяние. И синие чулки, которые вечно вот так вот завязано все в узел, вот тут все приглажено, строгие костюмы, холодный взгляд, которым в общем такой персонаж, который мало интересен мужчинам по определению, да и не дай бог ее затронуть. Она как учительница с великим стажем указкой заколоть может обидчика, который позволил себе там ей что-то упомянуть, типа того, что иметь на нее виды. это конечно тоже величайшее несчастье, потому что фанатизм плох в любом проявлении, и лишить себя во имя работы личного это тоже не есть хорошо. Впрочем, дорогие мои, в юношестве мы все имеем тенденции и как бы не уверены в себе, поэтому чем моложе козерог, тем меньше над ним надо подтрунивать, и тем более отпускать такие замечания по типу вот все уже, а ты вот никуда. Он еще больше перестанет верить в себя и лишит себя того, что в принципе ему не чуждо, и более того, козероги достаточно интересны в любовных играх, но это уже те, которые прошли свои детские комплексы и детские штанишки, поэтому тут надо быть весьма и весьма осторожным. Вот уже те, которые поняли, что ничего невозможного нет, это уже записные так сказать красавцы, которые собственно говоря любую женщину очаруют, знают как это делать, в основном за счет конечно материальной части щедрости, потому что понимают, что деньги в этом смысле могут сыграть очень весомую роль, поэтому если желают кем-то обладать могут проявлять невероятную щедрость, щедрость потом может поубавиться со временем, но в момент когда козерог увлечен, он зачастую пользуется именно монетой весомой, для того, чтобы протарить сердце, путь к сердцу своей любимой красавице. И никогда не брякайте, особенно ему в лицо, что он сухарь, черствый, заскорузлый, нелепый, что о нем с ним не о чем поговорить, что он дурак каких мало и вряд ли вылечится, потому что у него одна извилина и там мохом поросла. Козерог подобных вещей не простит, поэтому что он во-первых имеет великие амбиции и много о себе конечно думает внутри с точки зрения совсем наоборот. Если вы начнете плевать в его эго, боюсь, что вам ответ может не понравиться, поэтому оставьте пожалуйста вот эти вот истории при себе, если не хотите нажить из Козерога крупного врага. А если хотите достучаться до его сердца, говорите о том, что он умен, уникален, ни на кого не похож, что он эксклюзивен, что он рукаст, что он головаст, поверьте мне, он для вас перевернет землю, именно в этом он нуждается, о непостоянном шпыняне и в поисках недостатков, которые, впрочем, есть у каждого человека. А с вами была Елена.